МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Тона табака для кальяна была изъята на таможенном посту республики. Подробности незаконного ввоза товара сегодня в выпуске. Как увеличить показатели сбора налогов в каждом муниципалитете? Обсудить это собрались главы городов и районов на двухдневном форуме Махачкале. Взгляд изнутри. Коллектив нашего телеканала побывал на самой масштабной стройке республики. В духовном центре имени пророка Иссы. Табак для кальяна в большом количестве. Недекларированную курительную смесь изъяли на Магармкенском таможенном посту. Тонны незаконного товара в багажнике автомобиля перевозили из Азербайджана в Дагестан. Кто и для чего узнавала Луиза Раджабова? Лимон, абрикос, мороженое. Нет, мы не продуктовом магазине. Это все запахи курительных средств. Перевезти целую тонну задержанные хотели очень оригинально, прикрыв обычной травой. Дело табак. На Магармкенском таможенном посту яркий Volkswagen Crafter. Микроавтобус, следовавший из солнечного Азербайджана, привлек внимание не только цветом. После проверки документов было решено обыскать салон. В результате в багажнике машины пограничники обнаружили около тонны табака для кальяна без сопроводительных документов. Мужчина рассказал, перевозит товар в первый раз. Пассажиры ни при чем. Собирался распространять на территории России. Не повезло. Я просто рискнул, думал, получится, но не получилось. В соответствии с действующим законодательством, гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право ввозить или вывозить не более 200 сигарет или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом 250 граммов в расчете на одно лицо. По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 200 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Товар перевозился в разного рода упаковках. Это были сумки матерчатые, коробки картонные. Товар был прикрыт зеленью. Незаконно возимый товар изъят и направлен на экспертизу. Луиза Раджапова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Маграмкенский район. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП на Буйнакском перевале. Газель столкнулась с Ладой Приорой. Микроавтобус допустил выезд на встречную полосу. На кадрах видно, удар был настолько сильным, что газель вылетела в кювет, а прокинулась и загорелась. Машина выгорела дотла. Отметим, что среди погибших был также автор роликов назидательного характера Запир Нажмудинов. Водитель, уроженец Буйнакского района, 1981 года рождения, управляя автомобилем Приора, выехал на полосу предназначения встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1963 года рождения, уроженца Онсукульского района. В результате ДТП на месте скончались оба водителя, пассажир автомобиля «Газель». Еще один из пассажиров доставлен в городскую больницу города Буйнакска. Ну а тем временем в правительстве Дагестана кадровые перестановки. Работать на благо республики привлекают специалистов извне. Так, пост руководителя ДАГТЕХКАДАСТРА занял Александр Беднягин, гендиректор Московского столичного бюро технической инвентаризации. Отметим, что до января 2019 года руководителем ДАГТЕХКАДАСТРА был Шамиль Алиев, который подал в отставку по собственному желанию. Ну а место Османа Хазбулатова занял его заместитель. Речь о ВРИО Минэкономразвитии Дагестана. Глава региона назначил на эту должность Гаджи Султанова. Соответствующий указ был подписан 13 мая. Напомним, что Осман Хазбулатов был задержан в апреле текущего года. Чиновник подозревается в причастности к хищению более 20 миллионов рублей. В Махачкале начал работу двухдневный форум с главами муниципалитетов. Цель мероприятия – повышение качества работы по сбору налогов в районах и городах республики. Проектная сессия станет своеобразным экзаменом для руководителей субъектов, как на проверку профессиональных качеств, так и на знание налогового законодательства. Работа семинара продолжится и завтра, но уже в Кизляре. Подробности с сегодняшнего дня форума у Патимат Ханаповой. Войти в двадцатку бюджетов по собственным доходам увеличит налоговые поступления в два раза. Задачи серьезные. Исполнены они должны быть в течение пяти лет. При этом ответственны за это будут не только налоговые службы, судебные приставы, прокуратура, но и главы муниципалитетов. Они и будут играть ключевую роль. Так сегодня им, руководителям районов, и предстоит показать себя, как управленца куратора команды. Кто работает на земле, они носители основной информации. Вы носители основной информации. Мы учимся, потому что иногда даже нормативный акт республиканского уровня смотрит, что почему-то так долго они работают, потому что надо у людей сначала спросить, что там не так, что не получается. Мы сегодня хотели бы от вас это услышать. Мы будем рассматривать сегодня проблему. Я вот хочу тоже призвать, чтобы вы это рассматривали как обучение, но не как запарты обучения, а как возможность вообще рассказать о том, что происходит у вас в территории, поднять этот вопрос, его расщепить до самых, так скажем, элементов таких, которые вам становятся понятны, и понятно становится всем, и правительство становится понятным, и правоохранительных органов. И вопрос этот решить. А проблем в муниципалитетах действительно много. Темпы роста по сбору налогов относительно предыдущих лет есть. Однако, несмотря на положительную динамику, по словам первого зама премьер-министра, в масштабах страны положение в регионе все еще неутешительное. Мы можем здесь сколько угодно сидеть в хороших красивых костюмах и говорить о том, что мы там сделаем или у нас все хорошо. Все плохо. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание. И вот здесь вы все здесь менеджеры. И каждому вам верено свой район и верено население. И перед нами всеми стоит задача, и прежде всего, перед главами муниципальных образований, чтобы это решить за пять лет. Кто не может, то я предлагаю сразу вычискать, что эта задача для меня невыполнима. Неправдоподобная картина и по количеству коммерческих объектов в муниципалитетах. Так, к примеру, оказалось, что в Сухокумске есть лишь один торговый центр, а в Буйнакске всего три. Плохо все обстоит и с розничными рынками. Одним из проблемных направлений администрирования налоговых платежей является осуществление торговой деятельности на территории розничных рынков без постановки на налоговый учет и, соответственно, без уплаты налогов по страховым износам. По информации налоговых органов республики, в состоянии на 1 января текущего года на 45 розничных рынках республики предпринимательскую деятельность осуществляло 9223 человека, из которых 1048 не состояли на налоговом учете. Отметим, что форум будет проходить два дня. Сегодня семинар состоит из пленарного заседания и работы в группах. Один муниципалитет – это одна команда, куда входят главы района и руководители муниципальных ведомств. За круглым столом они обсудят проблемы сбора налогов на местах. Нерешаемые оперативно проблемы будут зафиксированы, чтобы затем проработать, а для оставшихся в рамках форума наметят пути решения. По тематам Ханапова Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. В Махачкале внедрят безналичную оплату за проезд. Мэр столицы Салман Дадаев накануне обсудил с представителями фирмы «Новатика» введение на территории города подобной системы в общественном транспорте. В автобусах и троллейбусах в скором времени появятся платежные терминалы, которые позволят определить пассажиропоток и контролировать сбор оплаты за проезд. Предприниматели Дагестана обязали обзавестись онлайн-кассами. В соответствии с законодательством до 1 июля 2019 года они должны стоять во всех салонах красоты, медцентрах, спортивных клубах, мастерских и так далее. Онлайн-кассы, как отмечают специалисты, позволят уменьшить число налоговых проверок и контролировать бизнес в режиме онлайн. Клиент приобретает товар, ему пробивается чек, данные о котором автоматически идут к оператору, затем сведения поступают в налоговую. Также кассу должны установить предприниматели, торгующие в киосках или в магазинах площадью до 50 квадратных метров. На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря. Ученые уточняют, что это связано с активностью Солнца. Она началась во вторник около шести утра и продлится до вечера. Нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее ночи. Метеочувствителям специалисты посоветовали быть осторожными. По данным ЦИОМ, 85% россиян довольны своей работой. Так, согласно исследованию, причиной выбора профессии 34% опрошенных назвали обстоятельства. 30% — собственные увлечения и интересы. 17% — оплату труда в данной сфере. Также 17% респондентов работают в своей профессии из-за отсутствия выбора, а 12% — из-за престижа и карьерного роста. 10% считают свою профессию востребованной на рынке труда. И лишь 2% респондентов указали, что на выбор повлияла профессия ближайшего окружения. Коллектив телеканала «Наше национальное телевидение» посетил один из самых масштабных строительных объектов нашей республики — духовный центр имени пророка Исы — мир ему. Журналистам провели экскурсию по центру и мечети пророка Мухаммада — мир ему и благословение. В числе гостей оказалась и наша съемочная бригада. Наблюдал за ходом строительства Камиль Девятов. Это то самое место, где в скором времени будет самая большая мечеть не только в Дагестане и Северном Кавказе, но и в Европе. Тройка названа народной, исторической в том числе. Когда говорим «Дагестан», мы знаем, подразумевается имам Шамиль, Расул Гамзатов, известные люди. Но в скором времени, именно отвечая на ваш вопрос, когда скажут «Дагестан», все подумают, духовный просветительский центр имени Иса Мир ему. В месяц рамадан для журналистов нашего национального телевидения администрация духовного центра провела отдельную экскурсию. Нам показывали смотровую площадку, рассказывали, как вообще здесь все будет располагаться. Но по рассказам это очень красиво, надеемся, что лет через пять мы на самом деле увидим эту красоту. ННТ не первый день говорит о строительстве духовного центра, но впервые весь коллектив смог воочию полюбоваться и узнать о будущем этого объекта. Когда я узнал, что за полтора года достигли того, что мы сегодня видим, это меня просто поразило. И я по-настоящему уверен в том, что каждую неделю, я не говорю, что каждый день, но каждую неделю я с удовольствием буду выяснять, что нового произошло, какие новости. Говорят, что здесь будет прямо эфир вестись, который каждый человек сможет посмотреть в любое удобное для него время. То есть, ну, по-настоящему масштабы просто восхищают. Уникальность духовного центра заключается в том, что на территории, помимо мечети, которая носит имя пророка Мухаммада, мир ему, будет также находиться школа, детский сад, исторический музей. И, конечно, все это украсит зеленая аллея, которая будет носить имя великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Эта мечеть, она носит имя посланника Аллаха Мухаммада, и она является аналогом той мечети, которая находится в Медине, где похоронен сам посланник Аллаха. Поэтому в виде этой мечети, она еще больше будет нас ближать, еще больше увеличивать любовь к нашему пророку, потому что здесь будут люди получать тепло, будут получать позитивную энергию, будут получать эмоции позитивные. И это место, где будут люди проходить и только радоваться. Строительство духовного центра уже объединило дагестанцев, а побывавшие на месте, где идут строительные работы, обещают вернуться сюда еще не раз. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а шатер Рамадана при Джума-мечети Махачкалы продолжает свою работу. Накануне Евтар объединил более сотни дагестанских спортсменов. За одним столом здесь собрались олимпийские чемпионы и победители крупных международных турниров. В программе вечера исполнения Мавлида в выступлении религиозных деятелей и гостей. Расходы по организации взял на себя клуб Universal Fighters. Напомним, что шатер Рамадана в сутки принимает около 5000 человек. Здесь верующие могут совершить как вечернее раздавение, так и предрассветную трапезу. Наш клуб Universal Fighters, руководство нашего клуба, приняло решение, чтобы организовать такой ифтар. И совместно с фондом «Инстан» взяли на себя один день в шатре Рамадан. Также призываю всех остальных участвовать в мероприятиях, подобных мероприятиях. Четверо дагестанских тэквондистов выступят на чемпионате мира. Турнир стартует 15 мая в английском Манчестере. На Туманном Альбионе все наши спортсмены будут защищать цвета азербайджанского флага. Так возглавит команду олимпийский чемпион Радик Исаев. Он повезет борьбу за золото в категории свыше 87 килограммов. Также привычным для себя весит до 49 килограммов на чемпионате мира выступит и бронзовая призерка игр в Рио-де-Жанейро Патимат Абакарова. Помимо медалистов, олимпиады на татаме выйдут еще двое дагестанцев. Это Гашим Магомедов и Магомед Мамедов. Состав сборной России на главный старт сезона. Никто из дагестанских спортсменов пробиться в этом году не сумел. Такие были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»